Друзья, я Константин Бушуев, канал Визонерк 2051. По образованию я математик-программист и мне кажется, что в мире должно быть много логики и систем, а по факту нифига подобного. Мир живет какими-то своими законами и сегодня мы посмотрим то, как живет американский рынок, рынок стартапов, и то, как они из ничего превращаются во что-то гигантское большое. Мне кажется, такое же было в Голландии в 17 веке. Что-то было связано с голландскими луковицами, когда на одну луковицу можно было купить целый дом. Вам ничего это не напоминает? Как стартап Eftol System смог подняться за три года и провести IPO на американской бирже? Вейло, привет! Давай снова свой корочный анекдот из 2051 года, но только смешнее, чем в прошлый раз. Привет, я Уэйлай, я везде, а ты кожаный мешок. Слушай, ну прям уже три с плюсом по моей шкале стабальной. Что я хочу узнать у тебя сегодня? Помнишь, 2021 год была такая компания Archervation. Эти ребята подняли много-много денег на том, что совершили IPO в Америке и более того, помимо того, что они деньги зарейдили, они смогли еще провести реальные испытания своего аэротакси-мейкер. Скажи, пожалуйста, что ты про них помнишь? Ведь энциклопедия 2051 года должна знать все. История Archer Aviation началась в университете Флориды, где постигали науки, правда, в разное время будущие учредители компании Адам Гольдштейн и Брэд Аткак. Познакомились они во время работы в хедж-фонде Sedar Hill Capital Partners, а затем вместе основали торговую площадку для онлайн-найма Vetteri. Стартап выстрелил, набрал вес, ребята решили двигаться дальше, продав компанию в 2018 году за 100 миллионов долларов. Вырученные деньги партнеры решили вложить в проект городской воздушной мобильности, на который, по их словам, давно положили глаз. Они вернулись в универ и основали лабораторию исследований и разработок, начали изучать авиационные решения для борьбы с заторами на дорогах и загрязнением городов. Партнеры твердо верили, что переход к экологически безопасным видам транспорта и помощь в решении транспортных проблем в городах – это действительно важная проблема, которую им хотелось бы решить. Инвестировать в бизнес решил и миллионер Марк Лор, с которым они познакомились во время общения в сообществе нью-йоркских технических предпринимателей. Какое-то время вложения экс-президента Walmart и основателя сети сайтов diapers.com не афишировались, но в период раскрутки компании сотрудники Archer не переставали шептаться о тайном спонсоре. Позже его участие в проекте было рассекреченным. Более того, теперь Гольдштейн и Аткох называют Лора своим наставником. В AI теперь все стало понятно. Вот и рассекретили мы, так сказать, секретные материалы, простите за тавтологию. Оказывается, пару миллиардеров собрались, вложили свои деньги, привлекли социальный капитал. Социальный капитал значит знакомство и свои связи. Скупили кучу прекрасных голов инженеров из Airbus, Джоби, Виск и многих похожих стартапов. Создали команду мечты. И именно команда мечты разработала так быстро, всего лишь за три года, суперспешную компанию, которая не только от деньги смогла заразить свой капитал, но и провести реальные испытания. В начале лета 2021 года Archer Aviation устроили в Лос-Анджелесе новую публичную презентацию своего демонстрационного EFTO-аппарата. Шоу, организованное по всем американским канонам, транслировалось на весь мир. Самолет с 12 несущими винтами, очень тихими, с электроприводом, установленными на большом крыле, расположенном над пассажирским и боевым отделением, получил название «Мейкер» и покорил аудиторию. Как отметил во время презентации Адам Гольдштейн, мы основали Archer для решения экологических и социальных проблем, вызванных автомобильным транспортом и городской перегрузкой. С помощью наших полностью электрических самолетов мы стремимся сократить выбросы углерода, уменьшить трафик и создать транспортные сети будущего. Буквально через пару дней после премьеры стало известно, что Archer параллельно разрабатывает четырехместную версию аппарата с вертикальным взлетом и посадкой. Он сможет преодолеть расстояние до 95 километров и развивать скорость до 240 километров в час, что позволит пассажирам, например, миновать загруженные автомобильные трассы и сократить время в пути до аэропорта. Спустя всего лишь три месяца после летных испытаний, компании слились между собой, что позволило проще привлекать финансирование в будущем и, конечно же, укрепить инженерный потенциал. Они оценивают себя более чем в полумиллиард долларов и с уверенностью смотрят в будущее. Вейлай, спасибо тебе большое за твои прекрасные рассказы и классные видео, которые мы сейчас продолжим смотреть. Спустя три месяца после летней презентации команда Archer позвонила в звонок Нью-Йоркской фондовой бирже, открыв новую эру для компании. Да-да, всего за квартал стартапа удалось завершить сделку по объединению бизнеса, которая поможет и далее финансировать создание флота воздушной мобильности и его сертификацию. А запросы у Гольдштейна и откока очень приличны – около 500 миллионов долларов. Сейчас штаб-квартира воздушного стартапа базируется в городе Пало-Альто в Калифорнии, но бизнесмены не забывают свои корни. Archer – это название дороги, которая проходит через университетский кампус. Бизнесмены понимают, что путь предстоит нелегкий, а шансы на успех могут разбиться о суровую реальность. Но это не помешало ребятам стать третьей F-TOL-компанией, которая вышла на биржу. В конце декабря 2021 года разработчикам удалось поднять свой Мейкер в небо. Что дальше? Archer развивает партнерство с Reef, чтобы в будущем не строить специальные вертипорты, а приземляться на крышах паркингов, а еще поставку Мейкер очень ждут в United Airlines. По мнению разработчиков, самолеты Archer могут стать будущим того, как люди могут путешествовать по городам и вокруг них. На рынке, который, по прогнозам Моргана Стэнли, к 2040 году будет стоить 1 триллион долларов, очень интересно, что Archer является одной из первых публичных компаний, работающих над созданием этого будущего. Такая философская мысль от Бретта Аткака прекрасно иллюстрирует, куда стремится стартап. Только вверх и вперед, при этом бесшумно и экологично. В общем, чем хочется зарезунировать всю эту штуковину? Не боги горшки обжигают, можно собрать команду мечты буквально за три года и прийти к гигантскому прорыву за такой короткий период. Через квартал после испытаний выйти на IPO и получается такая американская история успеха. Возможно, это некоторая натянутая сказка, а вдруг так действительно возможно? Поэтому, друзья, молодые, юные и не очень мечтатели, изобретайте. Давайте вместе создавать наше будущее и знать, что за такой короткий период времени можно достигнуть значимых результатов. Улыбайтесь чаще, оставайтесь с нами на канале, подписывайтесь, колокольчики не ставьте, потому что хотя можете ставить, они же трезвонят в разные стороны. Любите, уважайте себя. Продолжение следует...